15 апреля это день рождения Аллы Борисовны Пугачёвой для очень многих моих соотечественников. А я помню, что в этот день родился Сергей Пускепалис. Про его гражданскую позицию много написано. Какой он актёр, в общем-то люди знают. А я просто хотел бы отметить, что это невероятного масштаба был человек. Вот есть такое слово «контент». Вот в нём чувствовалось содержание, когда я с ним общался. И собеседник он был замечательный. Очень, очень его жаль. А вот вы ведь на самом деле, я так понимаю, провели на Чукотке такой значительный кусок детства, да? И снимали там ведь фильм, да, как я провёл этим летом. Не приезжали в тот городок, в котором... Была попытка, не получилось, потому что... Далеко? Наоборот, там не очень далеко. Но обстоятельства вот этой дорожной ситуации лучше через Москву туда прилететь из Пивека, чем из Пивека в Билибино. Потому что... А, Билибино, да. Да, в Билибино. Потому что, ну, так устроено у нас, что туда, если только есть какая-то Аказия там или ещё, то там 300 километров. От Пивека до Билибино в порядка 300 километров. Но добраться... Я уехал, у меня была такая, ну, надежда. Алексей Попогребский меня отпустил, режиссёр этого фильма, как я провёл этим летом. Я приехал в Пивек раньше всей группы, они ещё там доснимали что-то. В надежде на то, что кто-то там из метеорологов будет какая-то Аказия, вертолёт, борт какой-то туда или ещё что-то. Ну, так не оказалось. В общем, я пять дней там просто прошатался по Пивеку, поджидая всех остальных. И мы улетели уже на большую зиму. Так не получилось. А вот было ощущение уже во время съёмок, что это будет успешный проект, что будут премии, награды. Или просто была рутинная работа. Вообще, вот насколько у творческого человека, вот у вас, не будем вообще обобщать творческого человека, есть тот момент угадывания, что да, получается, или наоборот, что-то вот не покатило. Ну, мне кажется, он подтверждается, наверное, какой-то практикой, какой-то статистикой, может быть, уже того, что люди относятся со вниманием к тому, что ты делаешь. Потому что, я не знаю, вам, наверное, обманут, вас обманут, если скажут, я делаю этот фильм, и он обязательно возьмёт Оскара, там, Глобус, там, Кинотавр, Московская, ну и так далее. Потому что это враньё всё. Надо делать, любой нормальный человек, мой коллега из любой сферы, он просто сначала делает дело, которое ему очень нравится. А дальше потом возникает, когда сидит ребёнок в углу и думает, ё, этим понравилось, за это приз дали. И дальше возникает момент такой же радости и чудо. Потому что, безусловно, ты же, когда не берёшь работу, ты не думаешь, да это же страшно бесит, там, в ящик, в стол любого писателя, художника, нормального, да? Это страшно, потому что хочется, чтобы это было увидено, услышано, так сказать, осязаемо людьми. Поэтому, конечно, закладывая то или другое, каждый режиссёр, опять же, на мой взгляд, я всегда это делаю интуитивно, понимаю, что есть какой-то дефицит, ну вот, как сказать, мы сидим, все вместе разговариваем, и вдруг я понимаю, что вот в нашем разговоре не хватает какой-то темы, которая бы оживила наше общество сейчас, нашу компанию, наш коллектив. Я говорю, ребята, а не поговорите ли нам о том, об апельсинах? Начинаю рассказывать. И всё это, как бы, заметно оживляет наше собрание, которое начинает кемарить, уже, да, так сказать, начинает утомляться. И так же, мне кажется, в предъявлении какой-то идеи в кино или в театре, в любой, в книге, ну, в любом виде искусства, он способствует оживлению общественной жизни какой-то, да? Не осквернению, не оскорблению, не унижению, а оживлению. А вот всё, что остальное по другую сторону борта, это как у нас в компании бывает, что-то что-то как зарядит, вроде оживил, но не в том ключе. Понятно. Правильно? Поэтому, мне кажется, любой художник, и я думаю, и все мои ребята, вот режиссёры, мои друзья, и я в том числе, мы вначале не думаем о том, что это будут там какие-то призы. Сначала хочется вот выразить, избавиться, что ли, от того сюжета, который в тебе существует. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok